Витебск Экономическая ситуация не позволяет большинству белорусов выезжать на отдых в Египет, поэтому местные власти построили пирамиду прямо в центре города. Сфинкс, конечно, так себе, зато пирамида пользуется огромной популярностью. А если не видно разницы, зачем платить больше? Таков теперь девиз коренных витебчан. Или витеблян. Так как же все-таки правильно? Витебчане или витебляне? Давайте спросим у самих горожан. Скажите, пожалуйста, как правильно говорить? Витебчане или витебляне? Витебляне. Витебчане. Витебляне. Витебчане. Витебляне. Спасибо. Как видите, правильность произношения полностью зависит от настроения человека. Если настроение хорошее, то витебчане, а если плохое, то витебляне. Несмотря на то, что население Витебска не превышает 400 тысяч человек, у нас есть свое метро. Причем оно абсолютно бесплатное и очень быстрое. И сейчас я вам это докажу. Мы находимся в северной части города. И вот мы уже в южной части. А прошло всего лишь 10 секунд. Видите? Быстро, бесплатно и для здоровья полезно. Вот такое метро. А это одна из самых крупных площадей Европы. Площадь Победы. Недавно она была реконструирована. До этого она выглядела вот так. А теперь она выглядит вот так. Посмотрите, какая красота. Ни тебе деревца, ни скамеечки. Глаз радуется. Именно здесь берет свое начало новое веяние городской архитектуры. Такое, как максимальный плиточный минимализм. Витебск может похвастаться современными художниками. Далеко за пределами Беларуси известны работы витебских графитчиков. Например, Сальвадор Дали, Мерлин Монро, Стив Джобс, Снупдог, Снупдог 19 века. И вот мы в самом центре нашего города, в летнем амфитеатре. Именно здесь проходит фестиваль искусств «Славянский базар». Приезжают тысячи людей, самые известнейшие артисты. Но не все всегда у фестиваля было так гладко. В 2006 году его хотели закрыть. Однако наш президент Александр Григорьевич Лукашенко своим указом взял фестиваль под опеку. И в тот же день у «Славянского базара» появилась серьезная крыша. Как вы понимаете, с такой крышей фестивалю не страшны ни снег, ни зной, ни Путин, ни любые другие природные катаклизмы. Вот такая она, северная столица Беларуси. Приезжайте, не пожалеете. Не пожалеете, я сказал. Не надо нас, белорусов, постоянно жалеть. Все у нас добро. В общем, приезжайте. На связи были ваши коренные витебчане Роман и Эдуард. Всем всего до побожения! Добрый день, поваженные сябры. Совсем недавно мы начали смотреть сериал «Слуга народа». И искренне удивляемся, почему вы считаете его юмористическим. Просто у нас в Беларуси учитель истории реально стал президентом страны. И поверьте, смешного в этом мало. Как вы поняли, сегодня мы поговорим про белорусскую политику и наших слуг народа. Интересный факт, но срок полномочий наших слуг народа составляет 4 года. Именно такой же временной промежуток между девальвациями белорусского рубля. Кстати, наши депутаты во многом берут пример со своих заграничных коллег и регистрируются в социальных сетях. Но если украинским депутатам без проблем можно задать вопрос в Facebook, то нашим максимум поставить 5 с плюсом под фотографии в одноклассниках. А самому главному слуге народа даже оценочку чуть-чуть повыше. Депутаты в Беларуси, как и их коллеги в других странах, для голосования используют кнопки. У нас их тоже две. Согласен и полностью согласен. В Википедии написано о том, что Беларусь – президентская республика, в которой действуют политические партии различных идеологий и позиций. Ресурс указывает на то, что в нашей стране их 15. Давайте пообщаемся с гражданами и спросим, какие политические партии они знают. Ну, не знаю, мне кажется, их штук 50, может, больше. Барсэм – нет. Не политическая партия. Мне надо отвечать. Ну, это и вторая. Друзья, сегодня мы немного рассказали вам о белорусских слугах народа. Я надеюсь, вы понимаете, что больше рассказать мы не могли. Потому что страна у нас маленькая, а возможности у силовых структур большие. До новых встреч. С вами был Виктор Кущинский. Привет, студия! На связи с вами ваши корреспонденты Роман и Эдуард из культурной столицы Белоруссии – города Витебска. Многих интересует вопрос, почему наш город носит звание культурной столицы. А потому что памятников у нас в Витебске гораздо больше, чем голубей. И сейчас вы в этом убедитесь. Приглашаем на экскурсию. Поехали! И начинаем нашу экскурсию с излюбленного места витебских молодоженов. Это памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Кстати, он здесь не случайно. Дело в том, что Пушкин несколько раз бывал в Витебске, поэтому здесь ему установили памятник. Но так как про наш город Александр Сергеевич не написал ни строчки, размер памятника вот такой маленький. Как говорится великому поэту, вот такой невеликий памятник. Кстати, если бы Александр Сергеевич и в жизни был таким небольшим, попасть в него Дантесу было бы нереально. А вот памятник, возле которого очень любят фотографироваться туристы, приезжающие в наш город. Это памятник единственному в мире доброму депутату, собирающему деньги в областной бюджет. О, а вот и сам депутат. Обратите внимание, это памятник представительницам древнейшей профессии. Не знаю, о чем вы подумали, но это скульптуры женщины-врача, учительницы и библиотекарши. Спасибо вам, дорогие, что вы есть. А сейчас посмотрите сюда. Это памятник дружбы Беларуси и Евросоюза. Ну, какая дружба такой памятник? Понятного мало. На самом деле, Беларусь и Евросоюз уже давно живут в гражданском браке, но дело никак не доходит до интимной близости. Евросоюз очень устает на работе, а у Беларуси то голова болит, то батька не разрешает. А это памятник великому князю Альгерду. С первого взгляда может показаться, что он мчится на битву с врагами, но нет. Он спешит к ним. А такой памятник вы можете увидеть в своем городе у любого ликероводочного магазина, если придете за 10 минут до открытия. Вы поняли, перед вами скульптура. Ну что, запросим на троих? А сейчас вы увидите один из самых загадочных памятников архитектуры – синий дом. Он должен быть где-то поблизости. Что-то я его не вижу. А подскажите, пожалуйста, где здесь синий дом? Синий дом, вот синий дом. Спасибо. Ребят, скажите, пожалуйста, а где здесь синий дом? Синий дом. Занавязали. Синий дом, вот он. Где здесь синий дом? Синий дом, вот он, здесь. Синий дом, вот он. Спасибо большое. Где здесь синий дом? Спасибо. Дорогие зрители, вы не подумайте, Витебск – это не город дальтоников. Просто этот дом 35 лет был синим. И в памяти наших земляков его не перекрасить. Многим может показаться, что это автомобиль. Но нет, это памятник, который стоит на этом месте уже с 1992 года. Он символизирует собой весь российский автопром, который уже более 20 лет стоит колом. Ну вот и подошла к концу наша экскурсия. И мы показали только маленькую крупицу из того, что у нас есть. Ждем в гости. Но помните, если прогуливаясь по Витебску, вы решите сделать селфи с каждым памятником, флешки на 32 гигабайта вам может и не хватить. На связи с вами были ваши коренные витебчане Роман и Эдуард. Всем всего... До побожения!